Департамент опеки, попечительства и соцподдержки города приглашает подписаться на официальные ресурсы Министерства здравоохранения Самарской области. В период подъема заболеваемости ОРВИ на ресурсах размещается актуальная информация о ходе прививочной кампании, поступлении вакцин, ответы на вопросы об иммунизации и мерах инфекционной безопасности. Также регулярно опубликуется другая полезная информация о возможностях записи на прием к врачу, доступных в цифровых сервисах для населения и графиках профилактических акций. Администрация Красноглинского района рассказывает в своем телеграм-канале, как распознать отравление арбузом и что делать дальше. Корпу арбуза могут заселять бактерии, которые способны вызвать кишечную инфекцию. Ее симптомы – диарея, тошнота, боль в животе, лихорадка. Расстройство может длиться от нескольких часов до нескольких дней и приводить к обезвоживанию. Последнее особенно опасно для детей, пожилых и ослабленных людей. При появлении неприятных симптомов советуют пить больше воды или раствор для регидрации. Он содержит глюкозу, электролиты и продается в любой аптеке. Обратитесь к врачу и обязательно расскажите, что ели арбуз, это поможет назначить лечение. Чтобы не столкнуться с отравлением, нужно покупать арбузы только у продавцов с сертификатом на товар. Брать нужно только целые арбузы с неповрежденной кожурой. Необходимо тщательно промывать арбуз перед тем, как резать его. Нарезанные кусочки можно хранить в закрытом контейнере или пакете с диплоком, но не дольше 5-7 дней. 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Повод выразить признательность и благодарность всем людям, которые трудятся в сфере фармацевтики и заботятся о нашем здоровье, пишет телеграм-канал Железнодорожного района. В этот праздник всем фармацевтам желают успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия.